сегодняшний наш фильм будет посвящен очень интересной теме системе одновременной обсадки с использованием инвентарных кондукторов кейсинга это возвратный кондуктор который является инструментом то есть мы им пользуемся постоянно поставим кондуктор вытащим кондуктор сейчас вот дождались удачного случая станок немецкий луцкурт к в 20 оборудован системы одновременной обсадки диаметр 178 миллиметров это вспомогательная техническая колонна которая является вот у нас 30 таких метровых кусков это один ровно один метр с точки до одного миллиметра немецкая вся труба с червячный червячный веревочный точнее веревочный двухзаходной резьбой левая резьба здесь левая двухзаходная резьба и сейчас вот на примере водопонижения котлована это очень бывает сложная задача когда котлован уже выкопан и без системы одновременной обсадки здесь обойтись нам не удалось временную трубу поставить тоже проблема бывает то есть сейчас мы расскажем как это работает для чего и в каких случаях применяется поехали на примере данного случая случай очень сложный место очень мало котлован уже вырыт то есть когда котлован еще не выкопан вот здесь то задача бывает намного проще вот учитывая что обычно все это происходит в каких-то стройках очень много техногенного грунта мусора камней предметов каких-то там досок валяется пробурить первые какие-то метры бывает очень сложно с промывкой так как задача водопонижения как правило там песок с водой соответственно и на сухую пробурить невозможно и с промывкой потому что промывка теряется уходит в котлован в это же уплывает и с на сухую пробурить потому что то есть пробуренная так сказать скважина первичная она не держится и заваливать сразу песком плавунами то есть плавуны когда да и вот дождались случая покажем для того чтобы проводить работы по водопонижения уже выкопанном котловане нам надо установить кондуктор вот проблема значит первое во первых он стоит денег кондуктор то есть диаметр обычно большие в данном случае 178 стальная труба ну она стоит каких-то денег во вторых туда ее засунуть эта проблема то чтобы она туда зашла вы не можете пробурить и обсадиться как это обычно то есть там все усложнено вот в этом случае мы как раз и применяем систему одновременной обсадки поставили кондуктор техническую колонну 178 а потом в ней уже работаем уже дальше бурим с промывкой на сухую как там повал перекрыли всякие карсты каверны камни строительный мусор и уже работаем в временной технической колонии учитывая ее стоимость сталь стальная труба такого диаметра достаточно дорогое удовольствие и бросать ее каждый раз ну вот и деньги в данном случае станок вот этот вот с куртка в 20 позволяет извлекать достаточно просто она обратно извлекается и на следующем на следующей скважине опять ставится используется да то есть мы не теряем деньги также система одновременной обсадки позволяет опустить техническую колонну очень сложно геологических условиях со строительным мусором с плавунами и так далее и так далее с карстами с потерей промывочного раствора в котлованы то есть вот все эти сложности преодолеваются таким способом мало кто в московском регионе имеет эту систему у нас есть на станке вот синего цвета лук стурка в 20 178 обсадная колонна по метру и также это можно этот метод использовать на м4 производства геомаш там двухметровые трубы есть тоже с левой резьбой инвентарный кейсинг только 152 миллиметра то есть я немножко поменьше и используется не для водопонижения это диаметр недостаточно а для сложных случаев чтобы не платить за кондуктор то есть для для скважин водозаборных то есть если мы сталкиваемся с какими-то сложностями в первые там 10-20 метров и нам требуется кондуктор то мы ставим свой инвентарный кондуктор который потом подымается то есть многие заказчики многие на канале у нас спрашивали для чего кондуктора некоторых цементирует пытаются еще что-то в нашей территории в нашем случае в нашей геологической там ситуации чаще всего это временная вспомогательная труба чтобы перекрыть проблемы первых метров от 1 до 12 плавуны какие-то какие-то проблемы камни может какие-то строительный мусор доски какие-то навалены или болота какие-то погребенные остатки болот который торф какой-то перекрыть который не позволяет бурить спортом мы ставим временную колонну вот а потом вниз спокойненько работаем доходим до известняков вот обсаживаемся вот скрываем водоносный горизонт прокачиваем прокачиваем вот скважину смотрим а когда уже все готово вот эта труба извлекается и поэтому заказчик хотя бы за сам за сам материал трубы не платить понимаете она постоянно используется ну то есть она десятилетиями может служить здесь цементированная резьба цементированная очень легко крутится руками то есть труба очень быстрая двухзаходная резьба она быстрый угол то есть несколько оборотов и вот этот крутили вот 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 Соответственно, у нее стенка 12 миллиметров, она очень прочная и очень долговечная. Вся вот эта труба сделана из легированной стали высокого качества и имеет упрочнение, цементацию поверхности. То есть труба очень крепкая, надежная и долговечная, поэтому ее можно использовать бесконечно множество раз. Этой трубе там уже 15 лет, если что. Пока что ничего с ней не сделалось. Рецепт. Воспоминания. Смешивая. Воспоминания. Смешивая. Смешивая. Продолжение следует... 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 Так что вот на видео вам будет наглядно показано, как она устанавливается, потом проводятся в ней работы, потом спускается пластиковая колонна и потом все это извлекается. Показание будет закручивать. Продолжение следует... 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 Единственное, трубы тяжелые, способ трудоемкий, но очень высокопроизводительный и передовой. То есть мало кого в Московском регионе такие штуки есть. Продолжение следует...